Всем привет, мои дорогие! С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы и дочки. Сегодняшнее видео будет про летнюю обувь, а именно про то, как выбрать открытую модель, если не идеальная форма стопы. Тут есть два варианта развития событий. Можно на все забить и ходить в чем нравится. Также можно подобрать правильную модель, и тогда любая нога будет выглядеть красиво и аккуратно. Многие девушки и женщины стесняются своих ног, находят их недостаточно красивыми, чтобы демонстрировать окружающим. И по этой причине мучаются все лето в закрытой обуви, тем самым нанося вред своим ногам. Но я вам так скажу. Нет некрасивых ног. Есть неухоженные ноги и неправильно подобранная обувь. Мне сейчас могут написать, не открывая Америку, все и так давным-давно все знают, что нужно ухаживать за ногами и делать педикюр. Но я вам отвечу. Если вы прогуляетесь по Москве сейчас, когда очень жарко и понаблюдаете за девушками и женщинами, точнее за их ногами, то вы увидите, что огромное количество девушек и женщин, которые все давным-давно знают, не ухаживают за ногами и при этом ходят в открытой обуви. И зрелище это, конечно же, мягко сказать, отвратительное. Поэтому правило номер один это педикюр. Красивый, аккуратный, безупречный и, конечно же, не только летом, но и круглый год. Итак, если у вас аккуратная узкая ножка, то нет никаких проблем. Вы можете выбирать абсолютно любую модель открытой обуви. И в любых сабу, босоножках и так далее ваша нога будет выглядеть безупречно. Ну, огромного количества девушек и женщин, свои особенности, я выделила самые основные и сейчас об этом поговорю. Первое это широкая стопа. У нее может быть большой подъем, подъема может вовсе не быть и тогда это будет называться плоскостопие. В народе а-ля лапа, но вы понимаете, о чем я говорю. И если у вас такая широкая стопа, то в первую очередь нужно избегать открытой обуви с вертикальной полоской. Потому что эта полоска будет визуально разделять ногу на две части и делать ее еще более широкой, объемной, массивной, такой вот настоящей лапой. Если вы хотите носить открытую обувь, то обратите внимание на такую модель. Тут не одна вертикальная полоска, а две полоски и посередине бантик. Тут вот, как вы видите, маленький бантик. Он может быть большой. Также вместо бантика может быть цветок и любое другое украшение. Также декоративные украшения могут быть слева, справа, и слева, и справа. И чем их больше, тем лучше, потому что они отвлекают внимание от ноги, привлекают к себе внимание. И в любом случае, если украшений много и они массивные, то нога будет выглядеть более аккуратной и изящной. То есть, вот обратите внимание на обувь именно вот такой модели. То есть, не обязательно, чтобы это были тапочки, шлепанцы, это могут быть сандалии, босоножки, все что угодно. Но вот суть в том, что модель такая подходит для широкой ноги, для широкой стопы. И это будет самым, мне кажется, идеальным решением. Кроме того, это очень удобно, вообще удобно иметь обувь такой модели, потому что, если, скажем, вы сделали педикюр, и он свежий-свежий лак, и вам надо срочно куда-то выйти, вы надеваете такую обувь и сохраняете педикюр, пока вы отъедете, подъедете. Он уже высохнет, и все будет нормально. Так что обратите внимание на такую модель обуви. Также не стоит носить слишком изящную открытую обувь с очень тоненькими полосками, узкими, потому что эффект будет тот же. На фоне нежных узких полосочек, перепоночек, широкая нога будет выглядеть еще более мощной. Все остальные модели, в общем-то, подойдут. Самое главное, чтобы обувь была по размеру, чтобы она не была узкой. То есть, очень важно обращать внимание на полноту, потому что, если обувь свободная, то за счет этого широкая нога, широкая стопа будет также выглядеть более изящно. И, кроме того, это очень удобно, когда лето, когда жарко. Очень часто ноги отекают из-за жары, из-за влаги. И, конечно же, очень удобно, если обувь свободная. Но это, я думаю, все знают, это даже не обсуждается. Следующая особенность – это деформированные пальцы. Может быть, несколько пальцев деформировано. Также все пальцы могут быть деформированы. И люди, у кого такая особенность, очень часто избегают открытой обуви. Но делать этого не нужно, потому что даже в этом случае можно подобрать очень удачные, красивые модели, и все будет нормально. Здесь тоже нужно избегать очень открытой обуви с вертикальной полоской. Также, если вы хотите купить обувь такой модели, то смотрите, чтобы было много декоративных элементов, чтобы они закрывали этот дефект. Если они закрывают, то нет никаких проблем, потому что бывают разные цветочки, ну, как я уже сказала, бантики, лепесточки. Сейчас очень много разновидностей таких моделей, и чем больше каких-то украшений, тем лучше, потому что они, ну, закроют, как бы прикроют эту проблему, и ничего не будет видно. То есть, такая модель, я считаю, она универсальная для любой, для любых особенностей, для любой ноги, для любой стопы. Ну, потому что, если, опять же таки, она правильно декорирована, то нет никаких проблем, можно всегда надеть такую обувь в случае необходимости, и все будет нормально. Также стоит избегать, конечно же, слишком открытой обуви с тонкими перепонками, с узкими по той же причине, и лучше всего подобрать обувь. У меня тут все записано, чтобы ничего не упустить, хотя я, как бы, все помню наизусть, память у меня хорошая, но я всегда делаю наброски, если, как бы, перечисляю какие-то пункты, потому что, если без этих набросок, без подсказок, то всегда потом пересматриваешь видео и понимаешь, что упустил одно, другое, третье, поэтому я буду иногда посматривать, чтобы ориентироваться. В этом случае, если деформированы пальцы, то предпочтение нужно отдавать обуви, которая закрывает пальцы, но не до конца, они могут быть слегка открыты, совсем немного, и самое главное, чтобы были открыты красивые ногти с красивым педикюром, с красивым лаком, потому что это тоже будет отвлекать от проблемы. И тогда все будет нормально. Тут тоже самое главное, чтобы обувь подходила по размеру, чтобы она не была узкой, и тогда нет никаких проблем. И если на этой обуви будут также декоративные элементы, то, в общем-то, вы можете выбирать практически любую модель, за исключением слишком открытых, которые будут подчеркивать эту вашу особенность, которую вы хотели бы скрыть. Вот, а так, в общем-то, тоже за исключением нескольких моделей можно выбирать любую обувь. Сейчас очень большой выбор, много красивой обуви, разной и без каблука, и на каблуке, и на широком каблуке. То есть сейчас модно все, и это здорово, потому что каждый может подобрать то, что ему нужно. Следующая особенность – это косточка на ноге. Тоже очень многие с этим сталкиваются, она может быть чуть больше, чуть меньше, но я знаю, что многие люди тоже отказываются носить открытую обувь, если у них такая особенность. Но в этом случае тоже нет абсолютно никаких проблем. Также не подойдет слишком открытая обувь с вертикальной полоской. А если вам нужна открытая обувь, обращайте внимание, опять же-таки, на эту модель, но так, чтобы то место, где видна ваша косточка, была прикрыта тоже каким-нибудь листиком, цветочком, декоративным элементом. И, кстати говоря, вы, если что, можете сделать его сами, потому что, опять же-таки, сейчас только всего продают разных элементов декоративных, и цветочков, и лепесточков, и бантиков, и всего чего угодно, и вы можете, как бы, вот, в ту сторону, куда вам надо его прикрепить, и будет все нормально в том случае, если вам нужна открытая обувь. Вот, так что, опять же-таки, нет никаких проблем. И точно так же вам подойдет обувь, которая закроет эту часть. Вот именно часть этой косточки, точно так же, как и тем, у кого, скажем, деформированы пальцы, чтобы все остальное было открыто и был виден красивый педикюр. И также есть обувь, которая прикрывает именно вот зону косточки. Дальше все остальное открыто. Тоже очень удачная модель, и прекрасный вариант для тех, у кого большая косточка, и кто хочет носить открытую обувь. То есть, моделей очень много. Самое главное, чтобы эта зона была закрыта, все остальное может быть открыто, и как можно больше декоративных элементов. Кстати, мне они очень нравятся. Я вот тоже стараюсь покупать летнюю обувь, если вижу такую с декоративными элементами, потому что она мне просто очень нравится. Мне нравятся банты, мне нравятся всевозможные цветочки. Если это сделано красиво и со вкусом, то реально летом это смотрится очень красиво, стильно, и мне это очень нравится. То есть, если у меня будет выбор купить просто обычную обувь классическую, безо всяких декоративных элементов, либо с элементами, конечно же, я куплю с элементами, ну, потому что мне это очень нравится. Это в любом случае стильно, это подходит абсолютно к любой ноге, к идеальной, к неидеальной. То есть, это всегда очень красиво, и это делает образ, если все это со вкусом. Так что, вот как бы, если у вас косточка, то тоже можно этот вопрос решить таким вот образом. Следующая особенность, когда большой палец короче, чем второй палец, либо третий палец. То есть, вот, бывают разные особенности, бывают разные формы ноги, стопы, и люди тоже из-за этого очень часто комплексуют. Тут все то же самое. Абсолютно все то же самое, и даже можно, тоже, опять же таки, лучше избегать обуви с вертикальной полоской. Я вообще считаю, что такая обувь подходит только тем, у кого узкая, идеальная, аккуратненькая ножка. Во всех остальных случаях она ногу искажает, даже, можно сказать, уродует, и визуально нога выглядит, как какая-то неаккуратная лапа. Вот как бы так. Но такая вот модель приходит на помощь, это великолепная альтернатива. Даже вот визуально мне такая модель нравится намного больше, чем с вертикальной полоской. Вот, и все то же самое. Декоративный элемент, и все будет замечательно. То есть, если у вас все остальное нормально, и только лишь разница между большим пальцем и вторым пальцем, то нет абсолютно никаких проблем, кроме вертикальной полоски, вы можете носить абсолютно, и очень тоненьких, открытых, как вот то, о чем я говорила выше, вы можете носить абсолютно все, что угодно, и все будет красиво. Если вам хочется просто как-то скрыть эту особенность, то побольше декоративных деталей, и все хорошо, нет никаких проблем. Теперь еще я хотела поговорить об очень важной особенности и детали, это о размере обуви. Очень часто многие люди не обращают внимания на размер обуви, либо умышленно покупают открытую обувь на полразмера меньше, либо впритык, либо на полразмера меньше, либо даже на целый размер. Это ужасно. На мой взгляд, нет более отвратительного зрелища, чем обувь-притык, либо нога, вылезающая из обуви спереди или сзади. То есть, когда свисает пятка, либо свисают пальцы. Это просто, на мой взгляд, ужасное зрелище, и так нельзя покупать обувь. Я знаю, что многие комплексуют из-за того, что большой размер ноги, у кого-то, скажем, сороковой, они покупают сороковой, и эта обувь им впритык, либо даже тридцать девять с половиной, потому что им кажется, что если они, скажем, возьмут обувь сорок первого размера, или даже сорок второго, пусть даже сорок пятого, если это нужно, то нога их будет казаться как бы больше. А если они купят обувь меньшего размера, то они визуально уменьшат ногу. Это абсолютно не так. Нет ничего хуже, как я уже сказала, свисающей пятки и выпирающих пальцев. То есть, когда мы выбираем обувь, надо выбирать ее так, чтобы было расстояние спереди и сзади между пальцами. То есть, вот заканчиваются пальцы и остается немножечко еще место здесь, заканчивается пятка и немного места тут. И также слева-справа, что касается полноты. То есть, обувь ни в коем случае не должна быть впритык и нога не должна вылезать ниоткуда, ни отсюда, ни отсюда, ни слева, ни справа, ни свисать, ничего. То есть, обязательно должно оставаться место. Причем, это касается абсолютно всех видов стопы, вне зависимости от того, идеальная стопа, узкая, безупречная, широкая. Или, если есть какие-то изъяны и особенности, вне зависимости ни от чего, обувь не должна быть мала. Ну, во-первых, это удобно, во-вторых, это красиво и, конечно же, это гигиенично. Потому что, гигиенично, когда остается место, я уже немного заговариваюсь. Потому что, когда вылезают пальцы, то практически, считайте, вы идете без обуви по полу. Но это просто ужас какой-то. То есть, всегда нужно обращать на это внимание. Я всегда беру летнюю открытую обувь на размер больше. Вот, как правило, я беру 39-я, если это итальянская обувь. Если французская, бывают модели маломерки, тогда я даже могу взять 39,5, либо 40. И я не вижу в этом никаких проблем. Для меня самое главное, чтобы открытая обувь была слегка мне великовата. И тогда все отлично и замечательно. И если у вас, скажем, такая форма стопы, где большой палец короче, чем второй палец, естественно, нужно выбирать обувь по размеру самого длинного пальца. То есть, опять же таки, не важно, это второй, третий, пятый, десятый. Вот самый длинный палец. И выбираем мы модель, которая соответствует длине самого длинного пальца. Потому что многие люди тоже этим грешат. Им кажется, что нужно мерить исключительно по большому пальцу. И смотришь, большой палец как бы находится здесь, а длинный палец вылезает. Ну, я не знаю, о чем люди думают. Но как бы вот это не то, что нужно делать. Это не то, что нужно делать. Потому что самое главное, чтобы вам было удобно, комфортно и чтобы обувь не была мала. Также, также нужно, конечно же, обратить внимание на полноту обуви. Потому что вот очень часто мы думаем, особенно если это дорогая, хорошая обувь и с тонкой кожей, мы думаем, что если где-то что-то, ну, немного поджимает в подъеме, то это не проблема, потому что кожа очень тонкая, нежная, и мы разносим эту обувь. Но это не так, увы, в большинстве случаев, даже я бы сказала, практически в 100% случаев. Потому что вот недавно я совершила такую ошибку, хотя я все это знаю прекрасно наизусть. Но мне очень понравилась одна обувь, я ее купила. Она мне чуть-чуть в подъеме была маловато, поджимала немного. Но я подумала, ничего страшного, я ее разношу, и все будет нормально. В итоге мне было некомфортно в ней ходить, и я ее подарила маме, потому что у мамы нога более узкая, чем у меня. Ей хорошо, а мне вот как бы поджимало. Со мной такое редко случается, но опять же таки случается, несмотря на то, что я на этом собаку съела, и профи, как говорится, но вот иногда я тоже могу поддаться какому-то соблазну, искушению, и вот купить то, что мне не совсем как бы по размеру. Также я вот как-то покупала обувь, которая мне была сильно велика, потому что она мне очень понравилась. В итоге я ее носить не смогла, надела пару раз и все. То есть вот размер имеет колоссальное значение, все должно быть как бы вот по размеру. Тогда все будет хорошо. Не сильно велико, не мало, нигде, чтобы ничего не поджимало, не вылезало, и как бы тогда все будет нормально. И вот если вы как бы сомневались до этого видео, носить вам открытую обувь или не носить, или как-то комплексовали, я буду очень рада, мне будет очень приятно, если вы посмотрев и послушав это видео, ну, пересмотрите какие-то, возможно, свои взгляды, и, возможно, решите купить себе какую-то открытую обувь, и вы ее с удовольствием будете носить. То есть вот правда мне будет очень приятно. На этом, пожалуй, все, мои дорогие. Поговорила о том, о чем хотела сегодня с вами поговорить, обо всем сказала, про размер сказала, потому что тоже вот я обращаю на это внимание, что очень многие люди как бы этим грешат. И я вообще вот не понимаю, как можно покупать открытую обувь, да вообще любую обувь, которая мала. Ну вот особенно открытую обувь, где вылезают пальцы. Причем, как я уже говорила, ножка может быть изящная, безупречная, узенькая, идеальная. Все может быть прекрасно, великолепный маникюр. И обувь может быть очень дорогая, роскошная. Но если она не по размеру, если мала, если пальцы лежат на земле и свисает пятка, то как бы вот этот факт убивает абсолютно все. И красоту ноги, и обуви, и всего на свете. То есть вот как бы это то, что просто вот, ну то, чего надо избегать. Это точно. Все, мои дорогие. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, вам видео понравилось, информация была интересна и полезна. Если это так, то не забудьте поставить пальчик вверх и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать видео, потому что в противном случае они могут просто не отображаться в ленте. Такое бывает, к сожалению, очень часто. Всем отличного настроения, удачного дня, до скорой встречи. Всех целую. Пока-пока.